Девушки отдыхают Но тут оно вполне оправдано Машина эта не только успешно играет против одноуровневых танков Но и некоторым десяткам может задать жару Вообще я в свое время проходил этот танк еще до апа То есть когда он был ну просто худшим ТТ У него была пушка с альфой в 230 Которая перезаряжалась к тому же около 7 секунд Башню которую в лоб ну просто шестерки пробивали И был этот танчик откровенно полным калом Сейчас же все изменилось кардинально И это мало того что отличный танк для игры в рандоме Так еще и на всякие турниры один на один он берется не реже чем тот же 50-100 Обсудим как всегда сильные и слабые стороны танка Как правильно стоит отыгрывать на нем Также парочку советов по прокачке дам Ну и в целом расскажу почему Кернарвон сейчас так хорош Начнем с бронирования данного танчика А оно у нас отличное ВЛД корпуса 130 миллиметров Дает приведенки от 220 до 250 миллиметров Что не пробивается одноуровневыми машинами Только разве что ПТшками Но вот танки 9-10 уровня Уже будут базовыми снарядами пробивать нас Не каждый конечно выстрел Но стабильно держать удар ВЛД в таком случае уж точно не будет Да и вообще оно имеет такую приведенку пограничную с бронепробитием танков 8-9 уровня Поэтому частота получения пробитий И так это назовем Тут зависит исключительно от того Насколько не повезет противнику с ВБР И у него просто не пройдет хорошее пробитие И вы станчите какой-то снаряд НЛД тут 76 миллиметров Так же как и на девятки и десятки Но справедливости ради Тут эти миллиметры еще могут что-то отбить Будучи в абсолютном топе с шестерками Ну куда мы разумеется будем попадать Ну может быть в одном бою из 20-ти наверное Плюс борта 76 миллиметров Для девятки это уже проблема Но КР Нарвон еще может себе позволить потанковать что-то от борта От углов зданий У нас здесь кстати такие же погоны под башней Как у девятки и десятки Имеющие ну просто овер до хрена брони И отбивающие любые снаряды Даже если туда ну под прямым углом стрелять Поэтому в плане отыгрыша от брони КР Нарвон даже больше на десятку похож Нежели конь девятого уровня Несмотря на все свои внешние различия с этими машинами Башня тут имеет 254 миллиметра чистой брони И приведенка в ней доходит до 280 миллиметров приблизительно И из уязвимых зон разве что лючок стоит отметить Но он небольшой и выцеливать его не так-то просто Особенно если мы манси Мы катаемся из стороны в сторону Но тут есть большая проблема Если мы встречаем танки 9-10 уровня на голде То они никаких проблем не испытывают в плане пробития И спокойно нас кумулятивами и подкалиберами в любую точку башни пробивают Исходя из этого На этом танчике очень важно правильно выбирать направление Если мы в топе или с восьмерками Мы разумеется едем на направлении ТТ И там заняв позицию настреливаем уже урон Ну а потом продавливаем направление Кстати это последний наверное танк в ветке Британии Который еще может ехать и давить После него уже идут кони Так сказать игра на которых очень сильно завязана на позиции конкретной Но вот если мы уже попадаем к 9-кам и 10-кам на этой машине А там лютые ТТ с хорошим бронепробитием В таком случае нам лучше либо поехать на альтернативное направление со стэшками Там мы сможем себя более-менее неплохо показывать Либо уже позволить вашим топовым ТТ поехать вперед и танковать урон А самим уже стоять за их спинами и просто прикрывать В любом случае бронирование Кернарвона постоянно заставляет вас правильно подбирать противников Которых вы сможете стабильно танковать Ну а в противном случае просто уезжать на другой фланг Самое интересное что есть у нашей машины это разумеется наше орудие Оно у нас тут относительно уникальное Альфа 280 Ни у какого другого танка в игре такого нету Только у челленджера 7 уровня Но по факту там та же самая пушка При этом у нас комфортное бронепробитие в 220 мм базовыми БВшками И 252 мм пробивают голдовые подкалиберы Ну и прям сразу в лоб Базовая перезарядка у нас 6,2 секунды И ДПМ в стоке составляет 2700 единиц Я еще раз повторюсь в стоке У нас ни одного прокачиваемого танка 8 уровня в игре нету Которого хотя бы, хотя бы 2000 ДПМ в стоке был Нет, вру, один есть, это поляк новый Все, и то у него 2070, по-моему, единиц А у нас 2700 Мы если по полной зарядим Кэрнарвон То у нас ДПМ будет составлять 3200 единиц И перезарядка в 5,1 секунду Не все десятки такими цифрами похвастаться могут А тут танк 8 уровня То есть потенциально, если мы поймали танчик какой-нибудь на каток Мы его уже не отпустим до самой смерти А я вам напомню, раньше у Кэрнарвона не только Альфа 230 была А не 280, так и перезарядка еще почти 7 секунд У него раньше не было ни ДПМа, ни Альфы Кстати, нынешняя Альфа, вот эта 280 Она гораздо приятнее, чем ничтожные 230 Вроде бы всего лишь 50 единиц добавили Но на деле в игре это дало очень сильное преимущество Играть с таким уроном при нашем комфорте стрельбы вполне приятно Кстати, к комфорту стрельбы У нас и тут все здорово Время сведения 2,2 секунды Точность на 100 метров 0.33 И все это вкупе с отличнейшей стабилизацией Делает это орудие, ну просто одним из самых комфортных на уровне Ну вот просто без преувеличения Я люблю играть от ДПМа, мне это нравится И этот танк по факту приносит удовольствие Просто от того, что вы стреляете с этой пушки Без рофлов Поэтому, что касается орудия Именно за счет него этот танк может неплохо ехать И давить направление Потому что он даже выкатиться врагам не дает И накидывает по ним урон без остановки И в прямом смысле едет И стреляет, наносит урон Касательно динамики Понятно, что это не самая сильная сторона нашей машины Но даже здесь его показатели лучше средних по уровню 12,5 лошадиных сил на тонну Удельная мощность 34,3 км в час максималка вперед Господи, как у меня уже глаза болят от этих десятых Которые картошка накручивает британцам зачем-то Ну и 12 км в час, кстати, танчик назад откатывается Ну и понятно, танку достаточно проблематично перекатываться на другие направления Поэтому к выбору фланга всегда стоит относиться крайне осторожно и внимательно Как я уже говорил, к Эрнарвону важно правильно выбирать противников В которых он сможет стабильно более-менее танковать Потому что наши миллиметры не рассчитаны на танкование голды Обзор у нас тоже рекордный по уровню 400 метров Ну и соответственно по модулям тут тоже все понятно Это стабилизатор, досылатель и вентилятор Классический набор для ТТ Ну и по итогу, что у нас получается Машина, у которой все характеристики, кроме Альфы Либо выше среднего, либо значительно выше среднего Да, у танчика есть свои проблемы, очевидно Он огромный, от арты страдает В атаке не так комфортен, как многие другие машины Но, как я уже говорил, у девятки и десятки в этой ветке эти проблемы будут гораздо ярче Но, в сравнении с другими машинами восьмого уровня Эрнарвон крайне силен при игре в рандоме И является, ну, одним из сильнейших ТТ-8 Почему не самым сильным? Наверное, потому что все-таки ему не хватает той универсальности и простоты, которая есть у защитника Поэтому я бы смело отдал ему второе место В остальном, на мой взгляд, эта машина нуждается даже в небольшом, прям чисто косметическом, на самом деле, нерфе И тут не надо ныть, мол, танчик порежут Машины одного уровня должны быть на одном уровне по силе А Эрнарвон в этом плане явно выбивается из этого ряда По прокачке, кстати, чуть не забыл сказать Тут та же самая ситуация, что и с девяткой В описании, кстати, кину ссылочки на видео по ней и десятому уровню Мы, как только покупаем Каен, ставим на него стабилизатор, досылатель и торсионы Потому что стоковая ходовая у нас не выдерживает вес всех модулей И мы в этом случае лучше пожертвуем вентилятором Но таким образом пораньше откроем топовую башню и топовую пушку в первую очередь Ну и последним делом мы уже тогда открываем топовую ходовую И заменяем торсионы на вентилятор Таким образом, как вы понимаете, мы меньше боев будем страдать Со стоковым орудием от седьмого уровня Ну и быстрее выведем машину до играбельного состояния Вот таким получилось мое мнение по Кэрнарвону Машинки, с которой разработчики, ну, мягко говоря, чуть-чуть перестарались И если, кстати, размещать три топовых танка Британии по силе в рандоме Ну, в рамках своего уровня боев, разумеется То рейтинг будет абсолютно противоположным На первом месте будет стоять Кэрнарвон На втором обычный конь И только на третье место я бы поставил десятку, то есть супер конь Тут только могут быть споры из-за того, что восьмерки почти каждый бой играют с десятками И из-за этого впечатление от любого танка, на самом деле, может быть немножко смазано Но в остальном, я считаю, что это действительно так И чем дальше вы будете идти по этой ветке, тем сложнее будут танчики Ну а у меня на сегодня все Пишите, что вы думаете об этом Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь И увидимся в следующих видосах Субтитры сделал DimaTorzok